В ООН представили мрачный доклад по ситуации в Афганистане после захвата власти группировкой Талибан, запрещенной в России и других странах. По словам главы миссии ООН, в Афганистане сейчас ветка исламского государства под названием Вилаяд Харасан расширила своё влияние и присутствует почти во всех 34 провинциях страны. Обе эти организации в России также запрещены. Дебра Лайнс сообщила Совету безопасности ООН, что Талибан противостоит Вилаяд Харасан с помощью внесудебных тюремных заключений и казни потенциальных боевиков группировки. «Этот вопрос заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества». Её заявление прозвучало после теракта в шиитском районе Кабула. Там взорвались две бомбы, убив не менее одного человека и ранив шестерых. Ответственность за это взяла на себя Вилаяд Харасан. По словам Лайнс, Талибан не может сдержать рост движения. Если в 2020 году оно совершило 60 нападений, то в этом уже более 330. «Раньше оно присутствовало только в нескольких провинциях и столице. Теперь же Вилаяд Харасан появилась почти во всех провинциях и стремительно активизировалась». Тем временем Талибан предпринимает попытки создать действующее правительство. При этом после захвата власти в августе этого года группировка продолжает заглушать своих оппонентов, а также нарушать права женщин и девочек. Как говорит Лайнс, миссия ООН регулярно получает достоверные сообщения об обысках домов и внесудебных казнях бывших сотрудников службы безопасности и должностных лиц. Она также снова предупредила о гуманитарной катастрофе, которая может усилиться в Афганистане зимой из-за развала экономики и засухи.